Дорогие друзья, сегодня в гостях у видеоблога Дмитрия Гасина Станислав Востоков. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Это знаменитый современный детский писатель, и не только детский писатель. Это человек, который сделал, продолжая благороднейшее начинание таких, не побоюсь этого слова, людей, как Дарвелл, таких людей, как Сентон Томпсон, сделал для бережного обращения с животными и трепетного обращения с природой окружающей больше, чем кто-либо из наших современников. Станислав, пусть вам не покажется слишком помпезным такое представление. Братья Юнатия обо всем говорится с юмором. И о том, что наш герой питался наряду со своими питомцами практически тем же, что они кушали. И о том, как там замечательно пахнет, и обо всем остальном. Тяжек ли этот путь? Настраивает ли на него юных читателей вообще? Вы знаете, это же был путь довольно обычный в Советском Союзе, потому что, если мы вспомним про московский зоопарк, про знаменитый Кюбс, как он называется, кружок юных биологов зоопарка, оттуда же вышло очень много знаменитых людей, не только биологов, и географов, и писателей, очень много народу прошло через Кюбс, в том числе знаменитая Вера Чаплина, книги которой в детстве я очень любил. И для как раз советского ребенка это было нормально. Это было... Я хотел это сделать как раз, когда Советский Союз-то еще существовал. И в момент, когда я пришел в зоопарк, он как раз прекратил свое существование, и тут же все сложности и начались. Вот. Но на самом деле это был действительно такой романтический порыв, потому что я читать его книги не хотел, потому что, когда тебе навязывают какую-то книгу, это жутко не хочется делать, но в конце концов я уступил мое хорошее. Ну ладно, давай я прочитаю эти твои кончик-папы-то наконец. Я их прочитал, думаю, что-то в этом есть. Прочитал еще раз. Думаю, мне понравилось. Потом стал искать другие его книжки. И дошло до того, что я написал ему письмо, а это очень важно, вся эта предыстория, как я попал в ташкинский зоопарк. И что самое интересное, мне ответили. Но ответили мне таким очень стандартным образом. Мне прислали буклет. А в буклете было написано в ответ на мой вопрос, могу ли я чем-то помочь делать сохранение животных, было написано, да, вы можете помочь, пожалуйста, заплатите нам 10 фунтов, кажется, английских. И вы тогда вступите в кружок, ну что-то вроде юных помощников Джеральда Даррелла, и мы вам будем присылать каждый месяц газету за это. А я так растерялся, я вообще не знал, что такое. Ну я знал, что это английские фунты, потому что я учился в английской спецшколе, но я их никогда не видел даже. Их надо было сказать бесплатно. Больше того, я вот совершенно потрясающий человек, подвижник такой, и он взял меня, что называется, на крючок, и мы с ним переписывались лет пять. И в конце концов, да, переписывались до того, что он позвал меня учиться в Джерсийский зоопарк. Но, значит, вернемся к тому моменту, когда я получил этот буклет. Вот этим буклетом, вдохновленный и радостным тем, что я каким-то там способом прикоснулся к Дарреллу, я побежал в Ташкентский зоопарк и спросил, нельзя ли мне там устроиться юнатам. А для них это, оказывается, было нормально совершенно, потому что дети тогда, еще в тот год, приходили довольно часто и просили стать юнатами. Рабочие использовали это с огромным удовольствием, потому что юнаты их разгружали, разгружали всю самую тяжелую работу. Они на них наваливали чистку отжимов грязных, уборку у пеликанов, уборку гнилой рыбы, всего вот этого. Это все была такая чернорабочие были, такие зоопарковские. Больше того, как раз передо мной юнатам перестали платить. До меня им платили. Им платили немного, рублей по 40, наверное. А я был первым юнатам, которым перестали платить. То есть это, я не знаю, какая-то такая особенность, без которой можно было бы обойтись. Потому что я бы не отказался, конечно, получать 40 рублей. Потому что я был тогда, у меня 14 лет было. Вот. И первая моя работа началась с того, что мы убирались у чаек, у пеликанов. И, может быть, это было сложно, но, не знаю, я был просто на седьмом небе от счастья, потому что я, наконец, увидел вживую всех тех животных, которых я до этого встречал только на страницах книг. Больше того, я там познакомился. Извини, что я так долго отвечаю, но там просто, если я сожму, это будет непонятно. Я познакомился с человеком, то есть он меня взял к себе работать, который сам очень любил Даррелла, и он писал рассказы о животных. И именно в тот год, когда мы с ним познакомились, он предложил свои рассказы, присодействуя моей маме, в местную газету. И я к его рассказам нарисовал рисунки, потому что я к тому времени уже учился на первом курсе художественного училища. Вот. Так что это было нисколько не тяжело. То есть это было тяжело, но это была своего рода романтика. Да. Действительно, об этом можно прочитать в книге «Брат Юнат», но то, что это романтика, это, наверное, самое главное. Ну, птицы, пеликаны, обезьянки, потому что вот эта история с Дарловским фондом, она же потом привела к совершенно замечательной такой командировке, правильно я? Стажировке. Ну, немножко не так, потому что я уже успел съездить в Камбоджу до этого, и понять, что там одно из самых редких животных, которым следует заниматься, это так называемый кампучийский гиббон, ну, которых там... Извините, я тут телефон, понял. Которые были одними из самых редких, наверное, животных в Камбодже, и которыми стоило заниматься в первую очередь. А по-латинскому называют это шляпочный гиббон, потому что у него верхняя голова, верхняя часть головы, она окрашена такой черный цвет, как будто у него шляпа на голове. Вот. И у меня уже был какой-то опыт работы с обезьянами, поэтому просто, когда мы писали курсовую на Джерси, наш преподаватель, изучив нашу биографию, он сказал, так, а вот ты? Ну, ты из России, ну, там что же там интересно? Ну, медведи, ну, рысь. А вот ты был в Камбодже, там есть гиббон, давай-ка ты у нас пойдешь по обезьянам. Я думаю, о, отлично, давайте я пойду по обезьянам. Я даже подумал, что меня направят к гориллам. Вот. А это была вот как бы такая самая, ну, можно сказать, такая престижная история. Вот. Работы с гориллами, с арангутангами, потому что это одни из самых редких чизайских животных. И туда пускали только самых таких вот подготовленных, ответственных студентов. Но нет, меня направили к лемурам, которые даже не обезьян, а полуобезьяны такие. И, ну, я этому был очень рад, потому что там оказалось много интересных вещей в их поведении. Они оказались очень похожи на людей даже в таком смысле. Вот. И, ну, к обезьянам я пришел именно вот после того, как я уже первый год поучился на Джерси. Ну, то есть, ну, к обезьянам мы еще вернемся. Из этого всего родилась замечательная совершенно книжка «Специалист по руконожкам». Очень ее люблю. Вот. Или «Остров, одетый в Джерси». Она еще называлась. Или «Остров, одетый в Джерси», да. В каком-то смысле они совершенно в своем поведении. И вот просто глядя на сову, я получал, например, колоссальное удовольствие. Я много сов держал. Поэтому, наверное, совы, ну и... Ну и лемуры, как это ни странно. Потому что, узнав их поближе, я в них просто влюбился. Я там занимался лемурами вари мадагаскарскими и лемурами как-то, такими кошачьими лемурами. Их очень многие знают, такие полосатые лемуры, похожие немножко на кошек. Ну, вот, наверное, вот эти два вида животных. Но вообще я очень многих животных люблю. Трудно сказать, вот таких я не люблю. Я очень люблю. Ну, это хороший ответ. Это совы и кошки. Кто бы мог подумать, что у них есть что-то общее. Но это здорово. Как и всякому волшебнику, вам, безусловно, положена сова. Ну, не знаю. Я не колдун все-таки. Я человек дневной. Очаровательная детская книжка с очень забавным сюжетом. Но если говорить всерьез, то вы-то вот как раз ближе знакомы с нашими ближайшими родственниками, с нашими обезьянами. Вот были эксперименты по попытке обучить их Амсвену языку глухонемых. Попытки очень удачные, очень интересные. Результаты получили исследование. И вот что вы думаете? Насколько похожи они на нас? И какие перспективы у этого? И будет ли когда-нибудь вид разумных обезьян, как в знаменитых голливудских фильмах? Или это все утопия? Ну, вы знаете, я думаю, что если животные в конце готов обучатся нашему языку, языку глухонемых, мы услышим от них много всякого неприятного. Да. Но это действительно, они действительно способны общаться языком глухонемых. Больше того, некоторые из шимпанзе, они достигали такого уровня, что они вели себя практически как люди. Потому что вот, например, у Даррелла был замечательный рассказ про шимпанзе, которого он привез из Африки, из Камеруна, если не ошибаюсь, в Англию. И его пришлось отдать в зоопарк, поскольку он ловил животных на заказ, хотя он с этим животным, хотя он с этим шимпанзе, даже язык не поворачивает, называть животным, очень подружился. Так он убегал из зоопарка, садился на автобус, ехал куда-то там, при этом он курил, при этом он пил. То есть, к сожалению, он вобрал в себя очень много нехороших людских привычек, но он вел себя, но практически как человек, только не говорил. А если мы коснемся таких животных, как дельфины и киты, то тут я боюсь, что довольно скоро выяснится, что они ничуть не глупее нас. И когда выяснится, что мы были одними из лидеров по китобойному промыслу, что очень долго, кстати, скрывалось, вот, а сейчас тем же самым, к сожалению, занимается Япония и еще несколько стран. Но я надеюсь, что все-таки это все прекратится, и рано или поздно мы все-таки найдем с животными общий язык, и как-то с ними договоримся, как нам здесь, наконец, ужиться. Ой, есть чудесная совершенно повесть, роман, вернее, Клиффорда Саймака «Город». Если вы читали, там как раз такая... Вот это, к сожалению, не читал. Вот, это все очень интересные фантазии. Я-то хотел, конечно, получить мнение эксперта по поводу интеллекта обезьян. То есть, вот действительно ли они способны сейчас, они через какие-то там фантастические тысячелетия в романе общаться с людьми и как бы конкурировать с нами на равных, скажем так. То, чего человек... На равных, конечно, нет. На равных нет, но все-таки это... Все-таки у них действительно нет такой способности к коммуникациям, хотя у них довольно сложная же иерархия и у гориллы, и у шимпанзе. Вот, но... Ну, вот в основной своей массе все-таки гориллы и орангутанги, они с тебя, наверное, ведут, наверное, как пятилетние, шестилетние дети. Вот если вы представьте, вот как можно общаться с пятилетним, шестилетним ребенком, это примерно такой уровень. Вот мы жили, когда в Камбодже, у нас был гибончик маленький. Нам его принесли из Министерства сельского хозяйства, потому что его мать убили браконьеры, и он у нас просто жил на правах сына полка. Вот. И он вел себя, ну, точно, как ребенок. Ему можно было говорить, вот это дело, вот это не дело. Он все понимал. И как ребенок, он знал, что это нельзя, но делал это. То есть мы говорили, вот эту связку бананов, ну, не трожь ее, ну, получишь потом по попе за это. У нас был ответственный там человек за этого гиббоничка, и он с ним вел такую воспитательную работу. А гиббоны, они вообще обычно до определенного возраста они ездят умом на головах, то есть садятся им на плечи, вцепляются в волосы, и, значит, таким образом путешествуют, потому что гиббоны перелетают с ветки на ветку, и они могут просто упасть, если они будут крепко держаться. Вот. И он постоянно сидел у нас на головах. К нам часто приходили иностранцы, смотрят, что он странный, русский сидит, у них опять на голове гиббон, там как шапка. Вот. И он потом к ним перебирался, они так сидели в ужасе. Они очень боялись просто накакать на голову, но он как бы большой ребенок никогда не сделал. Вот. И вот с ним можно было производить такую воспитательную работу. И вот этот вот человек, который отвечал за воспитание гиббон, он иногда даже легонько шлепал, ну, просто так, чтобы показать, что нельзя, ай-яй-яй. И он все прекрасно понимал. Вот. Больше того, проводились эксперименты когда сравнивали развитие шимпанзе, если не ошибаюсь, и детей, и выяснялось, что вот до определенного уровня, где-то вот лет, наверное, до трех-четырех, они развиваются одинаково. Но потом шимпанзе останавливается на уровне своего развития, а ребенок продолжает дальше. Я вот они вот каляки-маляки рисуют примерно одинаковые, а вот потом уже, когда начинаются более сложные рисунки, ну, там, не знаю, дом нарисовать, или елочку, ну, не елочку, а пальму, наверное, вот, то ребенок это мог, а у гориллы уже не получалось. Вот. Так что, наверное, вот таких же способностей они, конечно, достичь не могли бы, но это не значит, что мы должны на них смотреть, на них сверху вниз. Может быть, мы должны к ним относиться как старшие братья. Ну, уж во всяком случае, точно не как к еде, потому что это, да, это прошлое человечество, мы когда-нибудь покинем печальные места, вот, и переместимся в места более совершенные. Все-таки. Больше того, я вам скажу, что насчет еды, это вещь, которая меня ужаснула, и, собственно, после которой я стал вегетарианцем, хотя, в общем, не собирался. Это как-то, когда я был на Джерси, наш преподаватель, а он занимался как раз обезьянами, он групповыми структурами павианов в Африке занимался, вот, и он рассказал, что в Африках, когда убивают горилл и шимпанзе, шимпанзе, он, по-моему, говорил, из их рук делают пепельницы. Из их рук делают пепельницы и продают туристам, и туристы это с удовольствием покупают. Я просто ужаснулся, потому что их там и едят, то есть их мясо гориллы там можно поесть, и, в общем, я понял, что, в общем, от гориллы до человека это один шаг. И я просто не смог после этого есть мясо, то есть там просто какое-то вот у меня переключение случилось в голове. Вот, так что, так что, да, это действительно так, и нам нужно перейти на какую-то другую ступень, но это и происходит постепенно, и если мы окончательно не успеем в какой-то короткий момент уничтожить природу, то я думаю, что мы как-то научимся смешить в мире согласия. Ну, вот это было бы замечательно, потому что, конечно, да, тут не может быть пока единого мнения, но то, что нужно сохранять природу всеми силами, это действительно тоже как бы понятно. Вот есть книга «Праздник поворота рек», она как раз о Камбодже, она как раз о, собственно, миссии вашей туда. И в Камбодже ведь хотели организовать заповедник. В связи с этим, так как я очень люблю фотоальбомы «Шпеленка», так как я очень люблю читать книги о природе, я хочу спросить, есть ли смысл в расширении этих заповедных территорий, и какие здесь, на ваш взгляд, на взгляд писателя, а не просто человека, который занимается, ну, понятное дело, спроси у специалиста, есть ли смысл изучать вот этих креветочек, да, и он скажет, креветочки – это самое важное на планете, что вы, надо… А вы все-таки писатель, у вас есть своя особая миссия, и вот по поводу заповедников, можно ли вообще туда пускать людей, правильно ли это, что у нас большие куски в самых интересных территориях огорожены, и вход в них запрещен, вот с точки зрения не только природоохранной, но и будущего? Это, безусловно, правильно. И так нужно делать. Вот вам небольшой пример. Когда я только приехал в Камбоджу, это был 1994 год, не так уж давно. И там было огромное количество разных иностранных миссий, и в том числе направленных на сохранение окружающей среды. И на картинках, сделанных со спутников в то время, видно, что, скажем, в Таиланде лесов уже почти нету, то есть там остались кусочки как раз вот в тех местах, где есть заповедники. Эти вот, просто как по трафарету обведенные леса. В Вьетнаме тоже уже мало, а вот в Камбодже было очень много. Тогда было процентов 70, наверное, покрыто лесами. И тогда удалось организовать какую-то такую довольно разветвленную сеть заповедников в Камбодже. И вот страна уже стала потом на нормальные рельсы, у них началось экономическое развитие, они стали продавать лес. И вот сейчас, если мы посмотрим на карту Камбоджи, мы поймем, что там вырублено, наверное, процентов уже 60 леса. И остались именно вот эти кусочки, которые были объявлены заповедниками. А что касается, так что это, безусловно, нужно делать. А что касается, ну вот заказники можно, можно отправляться с какими-то туристическими поездками. Можно еще в национальные парки, конечно, причем внутри национального парка может быть такая небольшая территория, огороженная совсем, куда могут попасть только ученые. Для чего это делается? Для того, чтобы сохранить полностью биоразнообразие, то есть всю биоту, которая включает в себя и растения, и животные, то есть весь комплекс. Потому что придет какой-нибудь турист, он принесет какие-нибудь семена растений, потом эти растения вырастут там, они заглушат какие-то свои растения, то есть биота нарушится. И поэтому обязательно должны быть какие-то такие эталонные места, когда и пытаться по нему уже воссоздать свои леса. Они, например, стоят у Букингемского дворца, у них вот эти высокие шапки, они же делают из чего? Из шапки из медведей. То есть они наших родных медведей на свои шапки переводят. Так пусть тогда своих что ли? Для шапок хотя бы. А мы даже обязуемся каждого завезенного от нас в Англию медведя снабжать балалайкой, чтобы он у них не скучал. И матрешкой. И матрешкой, да. Ну хорошо. Это действительно так. И, собственно, как зубров-то, как бизонов возрождали. Мы знаем, что экологическая катастрофа возможна в любой момент благодаря случайности. Мы все помним, что произошло в Австралии, когда, собственно говоря, там не было нужного количества навозных жуков, не было нужного количества насекомых, перерабатывающих помета. Когда человек завез туда овец и коров, главным образом коров, собственно, отходы жизнедеятельности, которых вообще никто не перерабатывал. То есть там были какие-то местные насекомые. Давайте вернемся все-таки к детской литературе, потому что мы говорили про обезьян, про то, что у них интеллект 5-6-летнего ребенка. Знакомиться-то я начал, Станислав, с вашим творчеством, с книги «Ветер делает деревья». Значит, и там совершенно очаровательные рассказы из начальной школы и из, скажем так, ну вот... Ну и детского сада все-таки. Из детского сада, да. Из самого начала человеческой жизни. Вот скажите, есть ли какие-то особенности о детстве, которые вы хотели бы поведать читателям или зрителям? Потому что детство – это удивительное время для человека, на которое все пытаются описать и определить строгими терминами, и все никак не получается. Вот что такое по-вашему детство? Это счастливая пора или, наоборот, это тяжелые испытания, какие-то муки? У всех по-разному, это все очень по-разному. У меня было совершенно счастливое, настоящее советское счастливое детство, хотя нам жилось, ну, не так, чтобы очень легко, потому что нас с сестрой мама воспитывала одна. В младшей группе детского сада у нас была воспитательница, которая нам читала, ну, как это было принято, и она нам читала рассказ Чарушина. У Чарушина есть такой рассказ про мальчика, который не умел говорить букву «Р», а его научила говорить ворона, который там говорил «кар-кар-кар-кар-кар», он стал за ней повторять, и он научился говорить слово «букву «Р». Вот, и она вот читала нам этот рассказ и потом сказала, вот, видите, какой мальчик, он не умеет говорить букву «Р», так же, как Стасик, а я не умел говорить букву «Р». Но это просто настолько вопиющий, непедагогичный подход был, что я до сих пор удивляюсь, как эта женщина работала в детском саду. Я, кстати говоря, про нее больше вообще ничего не помню. Значит, в принципе, она была более нормальным воспитателем, но вот сорвалось у нее с языка такое. Вот, но это любовь к литературе не отбила. И я, в общем, в детстве очень любил читать книги о животных в английской спецшколе самых хороших воспоминаний. И я думаю, что это видно по книге «Ветер белый деревья», которая, в общем, книжка довольно смешная, хотя, как сейчас выясняется, ее даже, наверное, больше любят родители, чем дети. Хотя на своих выступлениях я часто читаю оттуда отрывки, они всегда идут на ура. Так что мне, видимо, удалось в какой-то степени передать вот эту атмосферу нашего, нашего, того детского сада читателям. Ну, не только атмосферу, но и такую особую картину мира в детстве, которую сложно увидеть, сложно вспомнить, но которую вот много-много лет назад прочитал книжку, а стоит перед глазами, конечно, не один эпизод. Вот. Я что хочу сказать. Мы сегодня помянули добрым словом классиков и Дарова, и Чарушину, и, значит, Веру Чаплину. Можно попросить вас сказать несколько слов об Эдуарде Успенском. Это очень важно. Вот какой он был, каким он для вас остался, потому что это классик русской детской литературы. И, конечно, то, что вы его знали, это, по-моему, очень важно. С Эдуардом Николаевичем Успенским произошло много разных замечательных историй в моей жизни, потому что я с ним очень близко знаком. Больше того, как это ни странно, наверное, это был самый хорошо мне знакомый писатель из всех детских писателей в моем окружении, хотя я со многими дружу. А знакомство с ним началось, ну, правда, такое виртуальное еще с детства, потому что, ну, как и все мы, я смотрел АБВГД, я смотрел короткие передачи, в которых он иногда появлялся. Я имею в виду короткие моменты в этих передачах. Ну, например, он однажды появился в передаче «Пресс-клуб», где стал рассказывать про то, как дом строить, где-то у себя там в Рузе, я потом в этом доме побывал. И я, когда перебрался вслед за своими родственниками в Россию, в Москву, ну, не в Москву, а в Подмосковье, мы совершенно неожиданно стали жить недалеко от Переделкино. И то есть это буквально соседняя деревня. И я стал бывать в Переделкино, я там познакомился с сотрудниками дома-музея Чуковского. Вот. И я даже помню, спрашивал, а Успенский у вас тут живет? Потому что мне интересно было с ним познакомиться. А директор дом-музея на тот год, им был замечательный совершенно человек Лев Шилов. Он говорил, да нет, вроде бы он не здесь живет, а потом выяснилось, что примерно в это же время он, Успенский, купил дом в соседней деревне, который называется Переделкино, Переделкино, это там буквально в соседней деревне, возле пруда Самаринского. И он там уже жил. И вот я, бывая часто в музее Чуковского и как бы сужая свои круги вокруг Успенского, я вдруг неожиданно получаю предложение прийти на его передачу. А я к тому моменту уже публиковался в журнале Кукомбер, был совершенно замечательный журнал, который делала Дина Крупская. Я очень жалею, что его сейчас нет. Значит, Эдуард Николаевич, он же любил там делать всякие проекты, любил знакомить народу, население нашей страны с новой литературой, с новым писателем. Он все время очень задевал, что новая литература никто не знает, молодые писатели, маленькие тиражи. И он решил сделать передачу такую на телевидении, на ТВ, по-моему, ТВ-6 тогда был такой канал, или ТВ-3. Я плохо знаю телевидение, путаю их все время. И он решил сделать передачу, посвященную только молодым детским писателям. И вот представьте себе, я, значит, работаю в творческом объединении «Черная курица», у Льва Яковлева. Мне звонят, по-моему, от Дины Крупской мне позвонили. То есть они, по-моему, взяли контакт у нее и сказали, а не хотите ли вы выставить передачу Эдуарду Николаевичу Успенскому на телевидении? Я так подумал, говорю, хочу, пожалуй, да, давайте. Ну, тогда приходите на какую-то улицу, в такую-то квартиру, там будет кастинг. Я думаю, ого, там еще кастинг будет, значит, меня еще могут не отобрать. Ну, ладно. И вот назначенный день я пришел в эту квартиру. Мне открыл незабвенный секретарь Эдуард Николаевича Анатолий Юрьевич Галилов, которого мы все потом стали тепло звать просто Юрьевич. Совершенно замечательный, потрясающий человек, который когда-то был следователем, причем он ввел там какие-то такие жуткие совершенно дела, но потом его достала вся эта неразбериха советская, и он вот ушел в секретари к Эдуарду Николаевичу. И, значит, он открыл дверь, и я увидел там Эдуарда Николаевича, там уж собрался народ, причем интересно, что там были молодые писатели, которых теперь очень многие знают, которые тогда были никому неизвестны. Как кто? Артур Гевардизов, Сергей Белорусец, Ая Энн, и там было еще несколько человек, которые потом как-то отошли от детской литературы, к сожалению. И вот, значит, мы там уселись за большим столом, и начался кастинг. Эдуард Николаевич нас просил прочитать свое стихотворение, каждого просил прочитать по одному стихотворению, и все прочитали, а я прочитал свое стихотворение. Такое, с нарочитой корявостью. Вот не моют руков мухи, и болят у мухов брюхи, потому что к ним в утробу забираются микробы. Эдуард Николаевич очень сильно смеялся, ему всегда очень нравилось, когда какие-то неказистости возникали в стихотворениях. Но если мы вспомним, например, стихотворение про Сидорова Вову, у него там есть такие специальные совершенно нарочитые неказистости. Например, так, что что-то там Трампа, а Вовочки джинсы, по-моему, вот так у него. То есть нужно было с этим что-то делать, а он нарочитый это оставлял, очень это любил. Вот, и потом была передача, она прошла очень весело, там было много забавных моментов. Например, Эдуард Николаевич никак не мог выучить фамилию Геваргизов. Он все время говорил Геваргизе, а его Усачев за это называл Иванов Ивановичем Эдуардом Николаевичем. И, к сожалению, и в общем замечательная была передача, к сожалению, ее пустили в эфир в 6 часов утра в воскресенье. Ее, естественно, никто не видел, но я записал ее на видеокассету, она у меня есть. Я вот надо ее оцифровать и выложить в сеть, потому что это совершенно замечательная история, но это просто уже действительно такая история нашей детской литературы в каком-то смысле. И вот, значит, потом, после этой передачи, а потом, значит, Эдуард Николаевич подошел почему-то именно к нам с Геваргизовым, он нам пожал руки, сказал, молодцы, молодцы, ребята, и ушел. В общем, потом был довольно большой перерыв. Специальный семинар для детства в видеокассету Остр, он там вообще засветился на семинарах, на моей памяти, в первый и последний раз, видимо, ему там совсем не понравилось. И Валерий Михайлович Роскобойников. А среди семинаристов были уже упомянутые АРН, я был, Сергей Переляев, который, к сожалению, от нас недавно ушел в очень молодом возрасте. У него есть совершенно замечательная книжка, индейское кино, которое я очень люблю. Он тогда свои рассказы туда из этой книги представил. И вот там стали разбирать наши поделки, в том числе там, кстати, была моя книжка «Ветер делает деревья». Я отправил на семинар, ее там разбирали. И, значит, там что-то разбирают, разбирают, разбирают. И вдруг что-то плывает фамилия Востоков, а Эдуард Николаевич сидел в телефоне. Он там что-то рядом со мной сидел через человека. Он почему-то сидел не за столом, а, значит, он вдруг в этот момент поднимает голову и говорит, «Востоков, а это же я его на передаче тогда приглашал. А где он?» Я говорю, «Дуард Николаевич, я здесь». Я ему так машу через человека. Он говорит, «О, хорошо, здорово». И снова в телефон. И, значит, это был замечательный совершенно семинар, потому что на нем не только мы услышали о себе много интересного, но и классики тоже, потому что на этом семинаре присутствовали Алексей Александрович Копейкин, Мария Евгеньевна Порягина и Ксения Александровна Молдавская. И они говорили не только о наших текстах, но о текстах классиков и классиков, надо сказать, там очень сильно досталось. Потому что они стали сказать, что классики себя изжили. Что-то они только делали, что повторяют себя. И они, в общем, ничего уже нового не могут написать. И там Успенский, он, по-моему, это даже не слышал в своем телефоне. А вот никто не снимал знания, которые вышли в книжке, недавно опубликованном в издательстве АСТ, которая называется, если не ошибаюсь, «Жил-был один писатель». И там собраны воспоминания многих людей, которые знали Эдуарда Николаевича. А идея принадлежала главному ученику Эдуарда Николаевича Андрея Алексеевича Усачева. Но я тоже принял участие в составлении этой книги. И я туда написал воспоминания про нашу дружбу с Эдуардом Николаевичем. А после этого семинара Эдуард Николаевич пригласил меня к себе домой. Там, в цели у него были, по-туда время от времени вынимал, жарил и ел у себя на кухне. И у него был, естественно, знаменитый попугай, которого звали Стас. А этого попугая он получил в виде гонорара за своего друга Ханну Мякеля, которому невозможно было перечислить деньги в Финляндию за его книжку «Дядюшка Ау». Потому что ваши рублиные не нужны, деревянные, что я буду с ними делать в Финляндии. Это в советское время еще было. Купить у вас нечего в Советском Союзе. Ну что мне делать? Эдуард Николаевич говорит, давай я тебе попугая куплю. Он говорит, я терпеть не могу попугаев. А, нет, не так было. Он же купил вам попугая. Говорит, я тебе купил попугая. Он говорит, терпеть не могу попугаев. Пусть он живет у тебя, но я буду считать его своим. Назвали его попугая почему-то Стас. Я не знаю почему. Так что я потом терялся, когда Эдуард Николаевич говорил, эй, Стас, в общем, не понимал, к кому он обращается, собственно, ко мне или к попугая. Но попугай, надо сказать, был довольно везуток езды. И Эдуард Николаевич, он просто не мог находиться в одиночестве. Просто он не мог. И вот он утром поработает два часа, а потом он звонит мне. Говорит, что делаешь? Я говорю, да вот книжку пишу. Он говорит, приезжай ко мне. Ну, я думаю, ну ладно, что, платье назовет, надо ехать. Ну, я сажусь там и полезу, и на велосипеде к нему приезжаю. И там было очень много всяких забавных ситуаций, связанных с ним. Ну, например, я мог приехать к нему. Ну, я каждый раз думал, что вот мы сейчас с ним поговорим про литературу. А мы, если надо сказать, чуть не меньше всего говорили ему про литературу. О чем мы только не говорили, но не про литературу. Он как-то все время съезжал на другие темы. Вот. И он, кстати, не очень любил учительствовать, потому что, ну, это ему не очень давалось. Там нужно быть все-таки дипломатом в этом деле. А он, ну, он не очень дипломат. В этом смысле у Валерия Михайловича получается, скажем, прямо намного лучше. Вот. И каждый раз я жестоко ошибался в своих ожиданиях. Ну, например, к нему приезжаю в надежде поговорить про свою новую книжку. Например, «Рядовой горилла», который, кстати, ему очень нравилось. Это был один из немногих людей, которому она нравится нам сказать, и писателям. Вот. И он говорит, так, бери лопату, дай мне лопату, пойдем в лес. Я думаю, класс, что ли, будем искать, как дядя Федор? Мы идем в лес, а там такая гора, куча такая мусора лежит, и мы с ним эту гору закапываем. Ну, то есть как, начинаем мы вместе, продолжаю, конечно, я. А он начинает зазывать всяких там проходящих, давайте присоединяйтесь к нам, нужно начинать такую роль пропагандиста, выполнять такого шоумена, в общем, что ему свойственно. И он действительно собирает такую кучу людей, они все начинают убирать лес. И, в общем, мы закопали с ним огромную кучу мусора. Он даже про это в своей юбилейной передаче на 70 лет, которую снимали, он про это сказал. Огромную кучу мусора закопали в Переделкинском лесу. Но если бы он знал, что произойдет с этим куском леса, потом он бы, наверное, этого не делал, потому что сейчас там находится резиденция, я не ошибаюсь, министра внутренних дел. Огорожено огромным таким высоким забором. А мы там, на чем мы помогали, министр там, у кого куча мусора закапала. Или, например, там была такая история, я тоже приехал к нему, думал, погуляемся с его собаками, например. А в результате он говорит, садись, сейчас поедем открывать неделю детской книги. Я говорю, Донор Николаевич, да я во всем рабочем, какая неделя детской книги? Он ничего не знает, это не важно, тебя с вами никто не знает, я никто внимания на фоне меня не обратил. Значит, ну, мы с ним едем, значит, в его машине на Воробьевы горы, извините меня, в дворец пионеров. И он вытаскивает меня, значит, вместе с Юрием Научим и Кушаком и Львом Яковлевым на сцену, перед которой сидят примерно тысячи человек. Значит, во всем домашнем, чуть не в тапочках, я бы сказал. Ну, я бы там вынужден был что-то читать со сцены, там, вслед за великим Юрием Научим и Кушаком, вслед за замечательным совершенно Львом Григорьевичем Яковлевым, что-то читать со сцены. И оправдываться было совершенно невозможно, потому что Двард Николаевич считал, что это должен выступать в любой момент. То есть тебя должны поднять там ночью с кровати, и ты должен тут же прочитать самое длинное свое стихотворение. Но это все еще цветочки. Самый вообще любопытный случай с ним был, когда заливал на электричке, но я съездил два раза, у меня сломался велосипед, он был вынужден меня отвозить потом на машине. Я понял, что я к нему могу ездить только, если он сам будет меня возить. И мы потом, в конце концов, приспособился к нему ездить с замечательным совершенно директором музея Чуковского, нынешним Сергеем Васильевичем Агаповым, потому что они с ним очень дружили, и мы с ним ездили туда вместе. Ну и вот, как раз когда во второй раз я уже перед поломкой велосипеда поехал к Дварду Николаевичу и уже собирался от него уезжать, вдруг ему звонит наш общий знакомый из московского зоопарка, у которого я работал в доме птиц, Николай Скуратов. И он говорит, Эдуард Николаевич, выполнен ваш заказ, нам доставили ворона, молодого, если хотите, заберите. А у Эдуард Николаевича как раз недавно улетел в ворон. Там у него в вольере снег продавил сетку наверху, потому что там вольер был неудачно построен, возле дома сошел снег, уничтожил верхнюю часть сетки, и ворон улетел просто. И он как-то очень скучал без ворона, потому что он очень любил так на камеру сняться с вороном, он очень любил с попугаем и с вороном сниматься. Вот, я как-то грустил без ворона, значит, я уже уезжаю, звонит этот человек, Эдуард Николаевич говорит, ничего не знаю, садись со мной, сейчас пойду в московский зоопарк, забирать ворона. Я говорю, да вы что, это в Москву, обратно, у меня опять ехать в своей переделке, он говорит, ничего не знаю. Ну, Эдуард Николаевич сказал, надо делать, иначе просто проще согласиться, честное слово. А надо сказать, что это было лето, было очень жарко, Эдуард Николаевич ходил по дому, извините, в спортивных трусах. Ну, это нормально, ну, как бы, потому что жарко было, действительно, вид нормальный для дома. Но ему было лень переодеваться, и он, значит, просто надел на себя пиджак, значит, не переодеваясь, он наседет к машине, в спортивных трусах, в пиджаке. Ему, его секретарь, говорит, на секретарь Юрич, говорит, Эдик, надень брюки. Ну, ничего не знаю, и, значит, его архивариус из гавани Морозов, Алексей Морозов, говорит, Эдуард Николаевич, ну, одень эти брюки, нельзя в таком виде, есть он, ничего не знаю, поехали. Ну, а я уж тут, чем бы ничего не могу сказать, и мы с ним, значит, поехали, приезжаем в московский зоопарк, а я уж думаю, я уже напряжение, думаю, что это что-то сейчас будет. Значит, мы приезжаем в московский зоопарк, к счастью, мы подъезжаем со служебного входа, там, где зоологическая улица. Значит, и, значит, такая, я несу такую большую коробку для ворона, мы, значит, подходим в служебный вход, значит, и Эдуард Николаевич, а там две такие пожилые, очень такие охранницы советской закалки, такие две бабушки. И Эдуард Николаевич говорил, значит, такой энергичный, так говорит, имя тут ворона привезли, мне нужно срочно в зоопарк, не представляясь, естественно, потому что он понимает, что его все должны узнавать. А я вижу, значит, что они его действительно узнали, но у них тут появилась очень сложная дилемма, то есть они понимают, что это Успенский, но в спортивных трусах у меня появляется дилемма. То есть пустить его в трусах в зоопарк – это скандал, но не пустить его в зоопарк – это скандал еще больше. И они так думали-думали, я просто им посочувствую, они говорят, не знаю, что им делать. Они потом позвонили, значит, они говорят, мы вас можем пустить, но только если вот за вами придет вот этот ваш человек, к которому вы приехали, он возьмет на себя всю ответственность за то, что сейчас будет. Ну, и мы позвонили, действительно, значит, пришел Николай Аскуратов, и мы с ним, загораживая Эдуарда Николаевича, значит, коробкой и там еще чем-то, ну, потому что там, к счастью, недалеко было до рабочего, до вот этой вот кормокухни, куда мы шли за Вороном, значит, мы как-то там, прикрываясь своими телами, значит, мы его туда завели, значит, ему там дали этого Ворона, вот, и Ворона мы потом, также прикрывая, значит, собой, значит, этим Вороном уже и своими телами, значит, вывели Эдуарда Николаевича из этого, из московского зоопарка, и отвезли потом, наконец, в Троиск, и там, по дороге, кстати, Ворон успел эту коробку раскромсать, там надел дырок, еще чуть-чуть он просто бы там вылетел в машину, и чтобы он там с нами сделал внутри этой машины, это не галчонок, хватай, короче, но, к счастью, мы его довезли, и потом он еще там довольно долго жил Эдуарда Николаевича, он его приручил, я не помню, по-моему, он говорить у него так и не научился почему-то, а вот предыдущий Ворон у него, по-моему, говорил, в общем, про Эдуарда Николаевича можно рассказывать бесконечно, и про то, что он сделал для нашей детской литературы, собственно говоря, и книжка «Остров одетый в Джерси», она вышла во многом благодаря Эдуарду Николаевичу, ну, вот, это, кстати, во многом говорит о том, о важности, о важности слова какого-то авторитетного человека, ну, потому что я вот в наше с вами любимое издательство «Время» я посылал книгу «Остров одетый в Джерси» до того, как я был познакомлен с Эдуардом Николаевичем, и в общем потоке ее даже не увидели, ну, потому что понятно, что самотек его там разгребать, ну, очень сложно, ну, естественно. Но потом, когда Борис Натанович Пастернак позвонил Эдуарду Николаевичу и вот спросил, а кого из молодых писателей вы посоветовали, он говорит, да вот, вот, вы только что вот только с него едете, вот такой, Востоков Стас, вот ему позвоните, и Борис Натанович мне позвонил, и я ему сказал, что вот эта вот моя рукопись, она у вас же вот уже вот там лежит, и мы тут же замечательно договорились, и рукопись потом получила премию «Алые паруса». Это важно просто потому, что там потом был закуплен через весь тираж у издательства, и очень жалко, что сейчас таких премий нет, которые выкупали. Да, очень жалко, это сильно помогает, конечно, писать. Да, 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 и это действительно, это было очень таким хорошей такой отправной точкой, и, собственно говоря, вот с тех пор началась, в том числе благодаря Эдуарду Николаевичу, моя долгая дружба с издательством «Время», ну, и не только с издательством «Время», благодаря ему вышли книжки, его издательство «АСТ» у меня. Ну, правда, я уже издавался и до нашего знакомства с Эдуардом Николаевичем, но это неважно, он действительно помогал очень многим, и благодаря ему вышли первые книжки у Сачева, у Собакина, у очень многих людей, с которыми он занимался на своих первых семинарах, так что Эдуард Николаевич, конечно, незаменимая фигура в нашей детской литературе, и после его ухода, конечно, такой некий вакуум до сих пор ощущается. Это да, это да. Ну, к сожалению, все классики уходят, по всех классиках говорят разные, но в данном случае все совершенно справедливо, согласен абсолютно. У меня еще пара вопросов про детскую литературу, таких, может быть, слишком общих, но один вот такой. Правда ли, что есть такое ощущение, что в детской литературе немножко мягче отношения между авторами, немножко ближе дистанциями? Такой действительно человек из взрослой литературы, взрослый-взрослый, он прям такой, у него и общение, оно такое взрослое, по-взрослому, как кажется что-нибудь. Вот, и мы с ним были как-то в поездке в Екатеринбурге от заветной мечты, и вот он сказал, а мы были вот с Веркиным, и вот я Веркин был, и Бутов, ну и организаторы конкурса, и вот пообщавшись с нами, он сказал, ребята, вы знаете, я бы даже пообщавшись с вами, мне очень даже захотелось в детскую литературу, потому что у нас взрослая литература, но все совершенно не так. То есть у нас как и там нравы, но абсолютно другие. И мне в этом смысле очень нравится то, что происходит сейчас в детской литературе. Может быть, она не так широко известна среди широких слоев населения, но может быть, именно благодаря этому сохраняются вот такие очень теплые отношения внутри нашего сообщества, и я дружу практически со всеми. Просто это неудивительно, с вами невозможно не дружить. Ну не знаю, отрицательные стороны там какие-то у всех есть, но действительно, они просто как на подбор, все кого не возьмите, современных детских писателей, там нет, и Гевардизов, Дашевская, Ботти, Валеников, ну их очень много, там просто всех не перечислил. Все люди совершенно золотые, все совершенно замечательные, общение с каждым – это всегда радость. И поэтому я не понимаю, как тут можно вообще не дружить. Вот такое примерно отношение у меня. Ну согласен с каждым словом, да, действительно, у нас плеяда детских авторов такая, что на загляденье просто, просто на загляденье. Это правда. Станислав, спасибо вам большое. Мы незаметно проговорили целый час. Я надеюсь, я не сильно вас утомил, а мне было страшно интересно. Я надеюсь, что зрители оценят и воспоминания о вашем детстве, и воспоминания о работе с животными, ну и, конечно, то, что вы рассказали, Эдуарда Николаевича, это, конечно, это потрясающе. Какие-то очень такие личные штуки, которые в официальной истории точно отсутствуют. Ну, я буду рад, если мои воспоминания кому-то пригодятся, кому-то покажутся интересными, забавными. Вот. Спасибо, я надеюсь, мы еще увидимся в эфире, и обязательно-обязательно еще поговорим и о новых книгах, которые у вас выйдут, и о разных других интересных вещах, и, конечно, о наших любимых животных. Как скажете, я всегда готов. Спасибо, спасибо большое. До свидания. Всего хорошего, Дмитрий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok